МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуй, это мой Александр Николаевн! На перроне оркестры юные волгоградцы, которые замерли в предвкушении встречи с легендой. На майские праздники в город-герой Волгоград прибыла народная артистка СССР, герой социалистического труда, почетный гражданин Волгоградской области и города-героя Волгограда, композитор Александра Николаевна Пахмутова. На вокзале ее с нетерпением ждали воспитанники ансамбля «Улыбка», кадеты, юно-армейцы и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Сегодня мы с вами увидели вместе с вами настоящее национальное достояние нашего Отечества. Александра Николаевна, наша землячка, непосредственно выраженная здесь, в Сталинграде, и очень любит свой город, область. И всегда, когда уходила, она сказала, скажи всем еще раз, огромное-огромное спасибо. Я вас всех люблю, я передаю, она вас всех любит. Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. В этом году легендарный композитор отмечает свой 95-летний юбилей. В честь этого в Волгограде стартовали праздничные мероприятия. Первой локацией, которую посетила Александра Николаевна, стал Волгоградский музей имени Машкова. Накануне там открылась выставка в песне «Жизнь моя», где представлены награды, партитуры, фотографии и музыкальные инструменты легендарного композитора. Благодаря мультимедийным инсталляциям на выставке можно увидеть кадры хроники и даже записи концертов. Напомним, в 7-летнем возрасте Александра Николаевна начала учиться в Сталинградской музыкальной школе. Но ее занятия прервала Великая Отечественная война. Семью Пахмутовых эвакуировали в Казахстан. Я играла, знаете, вы уже знаменитые. Гайдена играли. Да, Гайдена. Все хорошо было, замечательно. В это время немцы уже подходили к Бресту, уже подходили там. И утром, даже было утром, сказали, что все, что началась война. Вот это было докануне войны прямо. Ой, как хорошо вы такие молодые, не знаете. Андрей Бочаров и Александра Пахмутова ознакомились с экспозицией. Александра Николаевна была приятно удивлена, что ей посвятили целую выставку. Сказала, я в жизни не зазнавалась и не зазнаюсь. Это невероятно все, что вы сделали здесь. В музее для гостей выступила юная пианистка Мариана Лемешкина, которая исполнила музыкальный парафраз на тему композиции выдающейся землячки. Потом за рояль, конечно, села и сама Александра Николаевна. Ну что, милые, будем играть, что будем петь? Давайте сыграем, что-нибудь. На ваше усмотрение. Ой. Ну кто, что все. Надежду. Ну, надежду все знают, Александра Николаевна. Это еще и вот. Конечно, будут все плеять обязательно. Все, поехали. Встретит незнакомая сестра. Слово мы оторваны от дома. Слово лишь, что нами города. Звездные огни аэродрома. Здесь у нас туманые дожди. Здесь у нас холодные рассветы. Вы хорошо поете. Я не поменю. Не могла Александра Николаевна не посетить и парк на южном склоне поймы реки Царицы, который носит имя нашей легендарной землячки. Там специально к ее приезду установили новый арт-объект в виде пластинки и организовали уличную экспозицию фотографий. Не оставила без внимания Александра Николаевна и всем известную скульптуру «Девочка с аккордеоном». Заган, похоже. И нос надо на части потереть. Ну, нос надо потереть. Нет, вот так. Нет, нет. Причем, когда приезжают все артисты, присылают Александр Николаевне фотографии. Заган, ну нос-то, смотрите, смотрите. Все плачет. Все 100%. Все очень похоже. Заган, да? Все даже вообще. Четыре сакеты. И аккордеон тот же. Наконец, 1 мая, в День весны и труда, Александра Пахмутова выступила с большой концертной программой в Центральном концертном зале, где губернатор Андрей Бочаров вручил композитору знак «Почетный гражданин Волгоградской области». Александра Николаевна не смогла сдержать слез. Все мы представители многих поколений нашей большой страны очень счастливы, что нам по-настоящему посчастливилось родиться в эпоху творчества Александра Николаевна Вашего. Творчества, пронизанного любовью, теплотой, верой, надеждой, дружбой и гордостью за свою родину. Вы по-настоящему гордостью и национальное достояние всего нашего большого многонационального отечества. От имени жителей Волгоградской области, здесь, на родной для вас семьи, на берегу Великой реки Волга, на легендарной земле непокоренного Сталинграда вручить вам высшую награду государственного и общественного признания звания «Почетный гражданин Волгоградской области». И сказать от всех жителей Волгоградской области, мы вас любим и добро пожаловать домой! 1 мая на сцене прозвучали всеми любимые композиции – мелодия, нежность, как молоды мы были, надежда и многие другие. Исполнили их Лариса Долина, Ильдара Авдразаков, солисты Большого театра и волгоградские артисты. Каждая песня звучала под аккомпанемент Александры Николаевны. Она играла на своем рояле, который специально доставили в Волгоград. Именно на нем впервые воспроизвели мелодии песен «Трус не играет в хоккей», на Мамаевом кургане «Тишина», «Поклонимся великим тем годам». Концерт открыл всероссийское празднование юбилея легендарного композитора. Именно об этой композиции под названием «Мелодия» муж Александры Пахмутовой, поэт Николай Добронравов, который ушел из жизни в 2023 году, говорил «Аля, не знаю, но мне кажется, это потрясающе». В таком творческом дуэте пара написала сотни музыкальных шедевров, которые прозвучали в этот день в Волгограде. Концерт транслировали в амфитеатре на нижней террасе центральной набережной. А после выступления волгоградцы не хотели отпускать Александру Николаевну, но во весь голос напевая ее композиции. В музее Машкова Александра Пахмутова оставила запись в книге почетных гостей, где поблагодарила Волгоград за такой теплый прием. «Дорогие друзья, дорогие земляки, никогда не забуду наши встречи, никогда не забуду любимый город, такой мирный, такой красивый. Счастья вам, радости, всего самого лучшего в жизни. Пусть живет вечно и счастливо Волгоград. Спасибо. А. Пахмутова». Анжела Умбетова при поддержке Пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова